Почти каждый день в России мы читаем известия про ЧП с российскими самолетами. У них то отказывают двигатели, то они совершают жесткие посадки, то выкатываются за пределы взлетных полос, то подают сигналы бедствия из-за разгерметизации и даже падают. И вот лишь несколько аварий минувшего лета. 18 августа самолет авиакомпании SmartAvia, который летел из Санкт-Петербурга, совершил жесткую посадку в Сочи. Boeing 737-800 сильно ударился о полосу и повредил хвостовую часть. Удар был такой силой, что борт теперь могут списать в утиль. Но, к счастью, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В тот же день пилоты самолета Сухой Суперджет-100 авиакомпании России подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. 14 августа самолет авиакомпании ИКАР ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу в Сыктывкаре. 1 августа Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот, который должен был доставить 145 пассажиров в Питер, вернулся в Анталию из-за отказа двигателя. А 12 июля уже в Подмосковье разбился Сухой Суперджет-100, который принадлежал компании Газпромавиа. Самолет выполнял тестовый полет после капитального ремонта. Погибли все три члена экипажа. По одной из версий, причиной катастрофы стали неправильно установленные датчики, из-за которых борт сам полетел вниз. Все эти строчки из ленты информагентств ужасно красноречиво иллюстрируют нам последствия санкций для российской авиаотрасли. Но когда речь идет о последствиях санкций с точки зрения потребительского рынка России, ну или, скажем, подорожания гаджетов, это одно. Но когда доходят до самолетов, то тут, согласитесь, у многих ладошки потеют. С вами разборы на канале «Продолжение следует». Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня мы поговорим о том, что на самом деле происходит с нашей авиацией, и можно ли вообще сейчас летать российскими самолетами. Пока не начали, приглашаю вас подписаться на наш канал в Ютубе и, конечно, в Телеграме, а также при желании еще и на наши закрытые платформы. С нас увлекательный бэкстейдж и закрытые разборы, а с вас посильный вклад в развитие нашего проекта, в наше совместное с вами строительство лучшего будущего. И, кстати, теперь российские власти подарили вам еще один способ нам помочь. Если вы смотрите этот выпуск с включенным VPN, то Ютуб монетизирует его и даст нам за ваш просмотр небольшую сумму. Ну и давайте не забывать самое главное, что вместе мы не одиноки. Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции против российской авиации. Ну и к ним она оказалась совершенно не готова. Это был запрет на поставку самолетов и запчастей к ним, а также на ремонт бортов и на их страхование. Между тем, в 22-м году почти 70% российского авиапарка составляли именно иностранные самолеты. Поэтому для авиации РФ это был ужасный удар. Без замены деталей самолеты могли безопасно летать 2-3 месяца. Ну а что же дальше? Отмена всех полетов? Конечно, пойти-то такое российские власти не могли. Тогда они, во-первых, национализировали все борты, которые успели, ну а затем разрешили авиационный каннибализм, то есть разборы на запчасти одних самолетов для ремонта других. Конечно, все понимали, что это временное решение из разряда лишь бы дыры залатать. Можно заменить одну и ту же запчасть один раз, ну второй, но на третьей ее уже неоткуда будет снимать. И вот, по мнению экспертов, только за год войны на запчасти могли отправить до 30% всего самолетного парка в России. В ноябре 22-го года, после 9 месяцев войны, крупнейшая авиакомпания России, то есть Аэрофлот, каннибализировала 25 своих бортов. Огромному Аэрофлоту еще повезло, ему было что разбирать. Ну а вот региональные авиакомпании с небольшим парком оказались в безвыходной ситуации. К ноябрю 22-го года авиакомпания Якутия, например, разобрала половину своих Суперджетов-100, которые хоть и считаются российскими, однако собраны из импортных комплектующих. Так вот, два из четырех самолетов Якутии ушли на запчасти. Очень быстро нашлось еще одно решение – параллельный импорт. Оригинальные запчасти стали ввозить не напрямую, а через третьи дружественные страны, ну, например, Китай или Арабские Эмираты. По подсчетам издания «Верстка», только за первые полгода 23-го года крупнейшие российские авиакомпании, ну, Аэрофлот, С-7, Победа и Россия, ввезли в страну запчасти на 110 миллионов долларов. Это немало, но явно недостаточно, чтобы удовлетворить аппетиты авиакомпаний. Например, только один двигатель на Аэробус 230neo стоит минимум 12 миллионов долларов. К тому же многие каналы поставок из-за опасений санкций постепенно стали закрываться. Да и сам двигатель – это не стиральная машина, а штучное производство – продукт, который легко отследить. Из-за нехватки запчастей уже в 22-м году на самолетах «Суперджет-100» перестали менять грязные топливные фильтры. Их промывали несколькими жидкостями, а затем вновь ставили на двигатели. При этом, как утверждал источник известного профильного телеграм-канала «Авиаторщины», если срабатывала сигнализация о засорении фильтра на одном двигателе, то «Суперджет» должен был продолжить полет. И только если датчик показывал засорение сразу на двух фильтрах, то самолет мог вернуться в аэропорт вылета. В 23-м году «Суперджетом-100» возникла еще одна проблема. Это осорь дефицита американских свечей зажигания для двигателя. Зам. директора авиакомпании «Ир Аэро» Владимир Панфилов даже написал в Минпромторг мрачное письмо. В нем он предупредил, что если проблему не решить, то в будущем «Суперджеты» не смогут летать вообще. Но это были еще не все трудности. Появились мошенники, которым удавалось разводить даже самые крупные российские авиакомпании. Например, в 22-м году они обманули даже «Аэрофлот». Пообещали купить запчасти в обход санкций, но вместо этого взяли аванс 349 миллионов рублей и просто исчезли. Мошенники ходили на совещания в госавиакомпанию и были так убедительны, что там до последнего ничего не подозревали. И это не первый такой случай. До «Аэрофлота» на улочку попались «ЮТЕЙР» и авиакомпания «Россия». Армянская компания обещала поставить им двигатели и шины для самолетов на 200 с лишним миллионов рублей. Но тоже не выполнила заказ. Чтобы справиться с ситуацией, авиационные власти пошли на совсем отчаянные меры. Например, они разрешили использовать неоригинальные запчасти. Детали для «Боингов» и «Аэрбасов» теперь можно закупать не в США или Европе, а, например, в Иране или Китае. То есть, если авиавласти того же Ирана лицензировали какую-то деталь для самолета, то это значит, что автоматически ее теперь можно использовать и в России. Звучит, ей-богу, жутковато. Ну, конечно, не все неоригинальные запчасти по определению плохого качества. Вот тот же Китай ставит на американские «Боинги» неплохие шины собственного производства. И летает. Но беда в другом. В отсутствии контроля с нашей стороны. В России просто нет системы сертификации неоригинальных запчастей. И как они поведут себя на западных бортах – это тоже вопрос. Вопросы в том, а смогут ли справиться с возможными отказами российские пилоты. Ведь с подготовкой летных кадров и контролем со стороны авиакомпании у нас тоже беда. Зачастую пилоты не умеют справляться даже со штатными ситуациями. Но вот можно вспомнить несколько случаев, когда катастрофы удавалось избежать только чудом. Например, посадка уральских авиалиний на кукурузное поле в Жуковском, а вскоре и на поле в Сибири. В обоих этих случаях экипаж действовал непрофессионально. И помогло им только чудо. Да, жертв, конечно, удалось избежать. Но и самой критической ситуации бы не было действия пилота профессионально. А вот в инциденте с Суперджетом в Шереметьево чуда уже не было. Погиб 41 человек. Есть проблемы и с халатностью авиавластей. Они могут запросто проморгать откровенный контрафакт. И левую деталь, сделанную где-то в мастерской под Тегераном, установят в пассажирский самолет. Таким бортом я бы точно не хотел летать. А вы? Пишите в комментариях. В феврале прошлого года телеграм-канал Freaking Flyers опубликовал фотографию сообщения, якобы отправленного экипажу Airbus A321 перед вылетом. Мы не знаем, подлинное оно или нет. Но в письме сказано, что в самолете установили тормозное устройство из Китая. Там оно лицензировано, а у нас нет. Поэтому никто и не знает, как оно себя поведет в полете. Руководство авиакомпании попросило пилотов постоянно контролировать работу тормозного устройства и вносить все данные в специальную таблицу. Бороться с контрафактом с помощью таблички – это, конечно, сильный ход. Но вряд ли это поможет. Российские власти, в свою очередь, предлагают и вовсе фантастические способы. Хотя, возможно, в этой ситуации других и нет. Например, «Росатом» вместе с «Аэрофлотом» планируют сами выпускать детали для «Боингов» и «Аэрбасов». От аварийно-спасательного оборудования до систем кондиционирования и освещения самолетов. Но вот получится это или нет – большой вопрос. В России сложности даже с монтажом чужих запчастей. Что уж говорить про производство собственных. Из-за санкций борты теперь обслуживают сами авиакомпании, а не сертифицированные техники, как раньше. Но не всем это удается хорошо. В конце 2023 года «Росавиация» забрала у победы разрешение на ремонт самолетов. Это произошло из-за того, что авиакомпания допускала серьезные нарушения и разрешала проводить работы недостаточно квалифицированным сотрудникам. Например, были инциденты с установкой заплатки на фюзеляж и заменой детали для антенны, которая предупреждает о риске столкновения самолетов в воздухе. Дошло до того, что в апреле 2023 года «Аэрофлот» отправил свой «Аэрбас» на ремонт в Иран. Обслуживание самолета должны были провести сотрудники крупнейшего иранского перевозчика «Махан Эйр». В «Аэрофлоте» утверждали, что у этой компании огромный опыт и высокий уровень качества работ. Предполагалось, что ремонт продлится три месяца, но самолет застрял в Иране на целый год. Гендиректор «Аэрофлота» в интервью «Ведомостям» очень политкорректно описал эту ситуацию так. Подрядчики не торопятся. Впрочем, даже если Иран будет шустрее, все равно не очень понятно, чем он сможет помочь России. Иранский воздушный флот и сам в тяжелом положении. На конец 2021 года примерно половина самолетов в стране не летали из-за отсутствия запчастей, в том числе и двигателей. Но главная надежда российских властей, конечно, на производство собственных бортов. Планы, конечно, как всегда, просто грандиозные. В 2025 году должны начаться поставки среднемагистрального самолета МС-21, а в 2026 году имперсозамещенного «Сухой Суперджет» и уже с отечественным двигателем ПД-8. Ну а стоят этот двигатель дороже самого самолета. А всего к 1931 году планируется выпустить, задержите дыхание и присядьте, 994 самолета. Это просто какая-то огромная цифра. Для сравнения, за последние 10 лет в России ежегодно собирали всего 15-20 бортов разных типов. И, конечно, они были с импортными деталями и комплектующими. В современных реалиях это уже просто невозможно. Просто нет необходимых деталей в российском авиапроизводстве. И неудивительно, что многие эксперты не верят в эти планы и говорят, что, скорее всего, нам придется вновь просить помощи у Китая. Через 10-15 лет авиапромышленность этой страны будет способна производить самолеты всех типов. Но есть ли у нас эти 10-15 лет? В 1923 году в России было зарегистрировано более 180 случаев поломок самолетов. В три раза больше, чем в десанкционные годы. И это при том, что и тогда дела у нас обстояли откровенно плохо. Даже в относительно благополучном 1921 году Россия поставила мировой рекорд по количеству авиакатастроф. За 11 месяцев в стране произошло 31 происшествие. Погибли более 100 человек. По данным на май 1922 года мы на первом месте в рейтинге по человеческим жертвам в авиапроисшествиях с начала 21 века. Неудивительно, что в середине 1922 года Международная организация гражданской авиации ИКАО, она входит в структуру ООН, поставила российской авиации красный флажок из-за проблем с безопасностью полетов. Такой же стоит у Эритреи и Бутана. Эксперты боятся, что ситуация с безопасностью будет только ухудшаться. Именно так было в Иране. Сначала санкции привели к увеличению числа относительно неопасных ситуаций, а потом и к трагедиям с человеческими жертвами. Правда, у России есть преимущество. Большое количество квалифицированных авиаспециалистов, которые еще до введения санкций привыкли работать по европейским правилам и стандартам. Однако, как долго эти специалисты смогут творить чудеса? Год, два или десятилетия? Надеюсь, война кончится быстрее, до того, как она начнет красть жизни наших сограждан из-под тяжка. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин